С вами канал Непал и мы сегодня с вами поговорим ТОП 6 НЕДОРОГИХ ПОДОВ В 2023 ГОДУ. Что я подразумеваю под недорогой под? Под, да, 2500 рублей. Перед началом видео подписывайтесь на меня, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайк, делитесь с другом и мы начинаем. Нашу шестерку открывает X-Rose 2. Дизайн устройства в сравнении с первой версией X-Rose претерпел не так уж много изменений, но по большому счету это можно отнести к положительным сторонам, ведь производитель поддерживает единого стиля в данной линейке под систем. Металлический корпус девайса имеет приятную градиентную покраску и немного текстурированную поверхность, а также удобные скругленные края. Спереди находится кнопка Fire, почти незаметный логотип производителя и группа светодиодов. На боковых гранях под системы в верхней части можно заметить два небольших отверстия, через которые втягиваемый воздух при затяжке будет попадать в картридж. Прикол в данном поде, который мне очень понравился, затяжка может сделаться с помощью кнопки Fire или же с помощью автотяги, это очень классно. Ладно, перейдем к его характеристикам. У него мощность 16 Вт, батарея 1000 мАч, бак 2 мл и около 10 различных цветов. Что у него в комплекте? Батарейный блок X-ROS 2, картридж на 0,8 Ом, картридж на 1,2 Ом, зарядный кабель USB Type-C, инструкция, гарантийный талон. В чем его плюсы? Картридж подходит от первой версии X-ROS и X-ROS Mini. Яркий вкус, защита от протечек, емкий аккумулятор, удобная регулировка обдува, не плюется. Из минусов, он очень легко царапается, может сломаться дриптип во время использования, может это не относится к минусам или к плюсам, но пот уже старичок, он вышел к концу лета 2021. Переходим к 5 месту, его открывает Argus P1. Данный пот имеет очень интересный внешний вид. Девайс соединил в себе пластик и металл, которые отлично гармонируют. Прозрачная часть корпуса готова продемонстрировать внутренности, а именно управляющий чипсет. Да и сам по себе, пот довольно-таки небольших размеров, 74 мм на 46 и на 17. Но несмотря на это, небольшой вес от данного пота ожидать навряд ли стоит. Все же основной корпус выполнен из прочного металла. Основной корпус имеет бескнопочный интерфейс. Активация достигается исключительно по затяжке, что, надо признать, очень удобно при таких скромных габаритах. Лед индикатор присутствует. Не зря же разработчики использовали прозрачный пластик. Давайте теперь про его характеристики. Мощность от 5 до 20 Вт, 800 мАч, 2 мл картридж, 5 цветовых решений, 160 грамм веса. Этот пот также интересен тем, что он имеет два типа комплектации. Я расскажу про первый тип. Комплект у него стоит Argus, сменный картридж, сменный испаритель на 0.7 и на 1.2 Ом, который один предустановленный. USB Type-C, темляк, рукоса пользователя, гарантийный талон. Давайте теперь про его плюсы и минусы. Во-первых, это дизайн. Второе, без протечек. Третье, это безупречный вкус. Четвертое, приятные цвета. Пятое, удобный обдув. Минусы. Легко царапается. Второе, с первого взгляда непонятно куда крепить темляк. Это тоже можно отнести ни к плюсам, ни к минусам. Четвертое место он занимает вот подзыв, который точно в комментариях на меня налетят. Это бруска Favastix. На данный момент он выпускается в 10 расцветках. Среди такой широкой цветовой палитры, ты точно сможешь подобрать себе что-нибудь на свой вкус. Внешний вид устройства незамысловатый. Вытянутый корпус с интересным покрытием, который не даст поду выскальзывать из рук. На передней части пода находится экранчик диагональю 0,42 дюйма. Покрытый защитной пленкой для того, чтобы не появлялись царапины и коцки при падении. С двух боковых сторон в верхней части располагается небольшое воздухозапорное отверстие, через которое осуществляется облом для поступления воздуха. Регулировать интенсивность тяги переворотом картриджа или другим способом нельзя, только если закрывать его пальцем. Давайте про его характеристики. У него мощность от 1 до 30 Вт. Батарея 1000 АЧ. Бак 3 мл. Около 10 цветовых вариантов. Вес 46 грамм. Его комплектация. Батарейный блок Favastix. А картриджи на 1 и на 0,6 Ом. Срядный кабель USB Type-C. Инструкция. Его плюсы. Внешний вид. Ёмкий аккумулятор. Хороший вкус. Удобно пользоваться. Живучие картриджи. Удобно лежит в руке. Из минусов протечки. И может залить датчик тяги. Середину нашего топа занимает ватрушка. Это довольно-таки отлично компактный под. Но несмотря на свои габариты, имеет маленький экранчик и неплохой ёмкость аккумулятор. Под по внешнему виду ничем не примечательный. Неопытный вейпер с первого взгляда. Не различит его с другим подом от VUPU в Mate Infinity. Заряжается ватрушка не сильно долго, меньше часа. Но её хватает на полтора дня активного парения. Разъём для зарядки расположен снизу. Ватру не будет соскальзывать из рук из-за своей рифлёности. Но самое интересное, картридж тоже рифлёный для того, чтобы удобно было его доставать. Картридж неплохой ёмкостью. Уровень жидкости можно легко отслеживать без особых проблем. Заливается жидкость сбоку картриджа. Давайте теперь поговорим о его характеристиках. От 5 до 25 Вт. Батарея на 900 мАч. Баг 3 мл. 6 цветов. И вес 44 грамма. Его комплектация. Ватру мод. Сменный картридж. Две штуки на 0,8 Ом. Сменный картридж предустановлен. Сменный испаритель. Две штуки на 0,8 Ом. Кстати, один предустановлен. USB Type-C. Руководство пользователя. Гарантийный талон. Из-за его плюсов. Удобный, приятный на ощупь. Отличная вкусопередача. Быстро заряжается. Компактный. Интересный дизайн. Дешевый в обслуживании. Из минусов подтекает и изредка плюется. Второе место нашего топа занимает VPS Luxe X. Внешний вид данного девайса интересный, но не прям ноу-хау. Но он чем-то напоминает Smoke Nord. Ладно, не о Smokey речь. Корпус состоит из алюминия и прозрачного пластика. Благодаря покрытым краням и приятным материалу на боковых кранях устройства предусмотрены отверстия обдува разного размера. Это нужно для того, чтобы регулировать обдув. Сделать более тугим или же более свободным. Регулируется обдув с помощью переворота картриджа на 180 градусов. На лицевой части подмода мы можем видеть кнопку Fire со средним люфтом. Подмод хоть и не новый, но по вкус передачи все же остается на высоте. Его характеристики 40 Вт, батарея 1500 мАч, бак 5 мл, 7 цветов, 165 грамм, комплект, батарейный блок, картридж на 0,8 и на 0,4 Ом, кабель зарядки Type-C, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон. Какие у него плюсы и минусы? Из плюсов это хороший вкус. Красивая внешность, удобно держать в руке, долго держит заряд, не течет. Внутри пода болтается батарея, он немного плюется, люфтит кнопка. И первое место у нас занимает Filin-X. Внешний вид Filin-X стандартный, то есть он почти точь-в-точь повторяет дизайн своего прядка. Поэтому внешним видом данный под не сильно удивил, но все же остался таким же удобным и узнаваемым. Первого взгляда не заметишь, но у данного пода уже есть экранчик, что у первой версии так не хватало. В руке Filin-X лежит великолепно. Пользоваться все так же удобно, а благодаря пластиковому корпусу, сматываемым и прорезиненным покрытием в ладони, устройство лежит приятно. Единственная претензия, очень уж заметны потеки жидкости и отпечатки пальцев. Слева на корпусе находится широкий выступающий ползунок, который предназначен для настройки затяжки. Давайте теперь про его характеристики. От 5 до 40 Вт. 1600 мАч батарея. Картриджность 5 мл. 7 цветов. Его вес составляет 62 грамма. Его комплект. Батарейный блок Filin-X. Картридж Filin-X. Испаритель на 0,3. Испаритель на 0,6 Ом. Кабель USB Type-C. Гарантийный талон. Инструкция у пользователя. Информация об испарителях для устройства. Что у него по плюсам? Большой бак. Хороший вкус. Юмкий аккумулятор. Долго служат испарители. Удобно лежит в руке. Имеется экранчик. Из минусов он подтекает, он царапается и остается конденсат. Ладно, я думаю, пора заканчивать видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на телеграм-канал. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Всем пока.